Как правило, восхищаясь мощью и красотой известных статуй мира, мало кто задумывается, а что же внутри этих исполинов. И если большинство достопримечательностей, кроме многотонных бетонно-металлических конструкций, за своей привлекательной оболочкой больше ничего не скрывает, то некоторые могут похвастаться очень даже богатым внутренним миром. Для того, чтобы наверняка знать, какой монумент можно исследовать изнутри, мы подобрали самые поразительные объекты, мимо которых проходить точно уж не стоит. Памятник Колумбу в Барселоне, Испания. Памятник Колумбу был воздвигнут в 1888 году к Всемирной выставке в Барселоне. Тот, кто был в Барселоне, не мог не посетить монумент, посвященный великому мореплавателю и первооткрывателю. Но не всякий турист знает, что величественная колонна высотой почти 60 метров, на которой возвышается статуя Христофора Колумба, имеет интересную особенность, внутри расположен скоростной лифт, который доставит на самую вершину, где обустроена панорамная смотровая площадка. Так что если доведется прогуливаться вдоль бульвара Фрамбла или Колумба, стоит обратить внимание на небольшую дверь у подножия памятника. Справка, изучить историю путешествия Колумба, мастерски воссозданную с помощью скульптуры и барельефов на подножии монумента, можно в любое время суток и абсолютно бесплатно. А вот подняться на смотровую площадку получится лишь в промежутке времени с 8, 30 до 20, два ноля круглый год за исключением новогодних и рождественских праздников. Стоимость подъема для взрослых составляет 6 евро, а для детей старше трех лет 3 евро. Конная статуя Чингисхана в Монголе Этот уникальный памятник восхищает и поражает воображение не зря, ведь он уже причислен не только к девяти чудесам Монголы, но и считается крупнейшей в мире конной статуей. Чингисхан, национальный герой и основатель самой большой в истории человечества империи, увековечен не только в легендах. В 2008 году на берегу реки Тул был создан монументальный комплекс, главным объектом которого является не только великий завоеватель, но и конь со скрывающейся в его голове обзорной площадкой. Помимо этого в самом постаменте действует исторический музей, открытый к 800-летию Монголы, художественная галерея, конференц-зал, где проходят международные семинары и различные мероприятия, там же оформлена гигантская карта завоеванных земель. Чингисхана. Туристы могут наслаждаться не только прекрасными видами, открывающимися с площадки или приобщаться к истории страны, но и отведать вкуснейшие национальные блюда, подаваемые в ресторане. На территории комплекса есть даже игровой зал, где можно сыграть партию в бильярд и сувенирная лавка. Статуя Иисуса Христа в Кочебамбе, Боливия. Статуя Иисуса Христа, созданная по образу и подобию монумента Христу Искупителю в Рио-де-Жанейро, находится на холме Сан-Педро. Этот величественный памятник хорошо просматривается с любого уголка города и окрестностей, ведь возвышается он на 256 метров. Над городом Кочебамбе, при этом находится на высоте 2,8 тыс. Над уровнем моря. Статуя Иисуса Христа как магнитом притягивает туристов и паломников, которым нужно преодолеть нелегкий путь, чтобы добраться до подножия 41 метра. Статуи. Но и это еще не все. Все, кто желает пощекотать себе нервы, могут попытаться подняться по винтовой лестнице с 1399 ступенями, расположенными внутри гигантского монумента. Те счастливчики, которым удастся это сделать, смогут взглянуть на мир и на живописные окрестности глазами самого Иисуса Христа. И это не метафора, и не богохульство, это действительно реальность, ведь именно в голове статуи находится смотровая площадка, где глаза являются окнами для обзора. Статуя Иисуса Христа в Вунг Тао, Вьетнам. Это еще одна статуя Христа Спасителя, которая притягивает не только необычным местоположением, но и возможностью узнать ее изнутри. 32-метровый монумент с суммопомрачительным видом на Южно-Китайское море находится во вьетнамском городке Вунг Тао на вершине горы Нхо. Несмотря на то, что такая известная и притягательная достопримечательность находится в довольно неприступном месте, поток туристов не иссякает. Всем без исключения хочется взобраться на плечи создателя, чтобы собственными глазами увидеть живописную местность. Единственное, о чем предупреждают авторы Навати. Ру, оправляясь на экскурсию, нужно подобающе одеться как мужчинам, так и женщинам и ни в коем случае не пытаться прогуляться по вытянутым рукам Иисуса Христа. Во избежание несчастных случаев, создатели монумента закрепили на поверхности рук монумента специальные шипы, чтобы предотвратить безбашенные попытки покинуть смотровую площадку ради экстремального фото. Монумент Джорджу Вашингтону в Вашингтоне, США. Гранитный обелиск, воздвигнутый в честь Джорджа Вашингтона, возвышающийся над землей на 169 метров. Вот уже более 135 лет является достопримечательностью столицы США. Во времена строительства он считался самым высоким сооружением мира, правда рекорд продержался всего лишь пять лет, до создания Эйфелевой башни – 1889 лет. Но, тем не менее, памятник первому президенту США пользуется огромным спросом среди туристов и сейчас, ввиду отсутствия колеса обозрения в городе, именно он дает возможность увидеть уникальную городскую панораму с обзорной площадки. Она находится на самой вершине монумента, на которую можно добраться на лифте, вмещающем 20 человек или рискнуть испытать свои силы, преодолев 896 ступеней крутой лестницы. Статуя гигантского Будоуси Кудайбуцу, Япония. Гигантских размеров Будоуси Кудайбуцу – это единственная бронзовая статуя в мире, которая смотрит на своих почитателей-посетителей с высоты 120 метров. Уникальный в своем роде бронзовый колосс стал главной достопримечательностью и города Усику, и всей префектуры и бараки, потому что является самым большим и отлично организованным культурно-историческим комплексом. Внутри статуи на пяти ярусах расположены различные залы, начиная с комнат медитации, где звучит религиозная музыка и полностью приглушен свет, и заканчивая выставочными площадями, на которых можно увидеть коллекцию из 3000 золотых статуй Будды. Желающие также могут узнать о сутрах, послушать буддийские проповеди, заняться библейскими исследованиями или подняться на лифте на обзорную площадку, расположенную на высоте 85 метров. С нее небольших окон, расположенных на уровне груди колосса, в солнечную погоду можно увидеть телевизионную башню Sky 3 или живописные склоны горы Фузи. Любители активного отдыха могут прогуляться по небольшому зоопарку или по саду чистой земли, основу которого составляют сады периода Камакура – 1185-1333. Именно они украшают подножие статуи Будды Усику Дайбуцу. Статуя богини Милосердия Канан в Сэндай, Япония. Главной достопримечательностью города Сэндай является 100-метровая богиня Милосердия Канан, являющаяся самой значимой фигурой в мифологии, как ни странно, в современной японской культуре. Статуя Милосердной богини была возведена в 1991 году на территории храма-монастыря, где поклоняются Канан. В фантастической, можно сказать, даже нереальной красоты божество несет жемчужину желаний Нейхадзу в правой руке, а в левой находится небольшой сосуд с водой мудрости, что наделяет ее статусом Канан, исполняющий желания. Не менее впечатляет и ее внутренний мир, ведь если пройти сквозь ворота, олицетворяющих пасть дракона, можно попасть в тематические залы, оформленные на 11 этажах статуи. Самым впечатляющим является оформление первый этаж, здесь посетители встречают сразу 33 статуи богини, которые олицетворяют человеческие желания и 12 скульптур знаков зодиака китайского календаря. Если спускаться по ступеням с 12 этажа, наверх доставляет лифт, то можно увидеть 108 статуэток Будды, символизирующих человеческие страдания и заблуждения, которые распределены по всем оставшимся этажам. А вот на 12 уровня располагается смотровая площадка, с которой открывается восхитительный вид на сам город Сэндай, с нее также можно увидеть поля для гольфа. Несмотря на то, что вход внутрь статуи богини милосердия Канан свободный, но существует негласная традиция оставлять в виде пожертвования для храма 500 йен 4,65 дол. За это монашеская община будет весьма признательна, согласитесь, за дивную панораму и прекрасно организованную культурную программу это вполне посильная плата. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.